всем привет с вами елена вивас из аргентины и мое путешествие по патагонии продолжается сегодня я вас хочу познакомить с городом барелочи и его окрестностями а самое главное с очень интересным человеком с александром здрасте как вы поживаете который является аргентинцем он родился на территории аргентины с русскими корнями поэтому прекрасно говорит по-русски но самое интересное он всю жизнь проработал по-русски говоря егерем лесничем на американский манер можно сказать рейнджера или как если дословный перевод по испански его профессии то охранником природы и животных удивительный человек с удивительной историей который знает все который в барелочи знает каждый дом а самое главное каждое дерево его происхождение и поэтому сегодня путешествовать по патагонии мы отправляемся с александром давай хорошо очень приятно с вами поговорить и рассказать как наша патагония наши главы что здесь случилось и почему это так как сейчас и как было бы если это не было бы город сан-карлос де барелочи расположен в сердце национального парка на уэль уапи на берегу ледникового озера и в окружении горных хребтов ант невероятно красивое место в 2012 году барелочи был объявлен национальной столицей активного туризма а в 2015 получил титул национальной столицы шоколада аргентины прогуливаясь по центральной улице города митры в первую очередь ваше внимание привлечет кондитерская под названием мамушка мимо такого дизайна невозможно пройти мимо это кондитерская была основана хуаном карсала когда в 1989 году он попрощался со своей работой бухгалтера в атомном центре барелочи и занялся любимым делом поэтому и дизайн такой атомный мое путешествие в барелочи совпало с предпраздничной пасхальной суетой поэтому все прилавки шоколады рей были заполнены зайцами и шоколадными яйцами традицию шоколада в барелочи привезли итальянские мигранты из турина семья альдо фенозжио и его жена энес секо они и на родине были кондитерами их дело продолжают их внуки и мой отель в барелочи находился на одном квартале с кондитерской семьи фенозжио каждое утро я забегала туда на чашечку шоколада или купить какую-нибудь вкусняшку в дорогу каждую семана санта в барелочи проходит национальный фестиваль шоколада эх как жаль что всего за пару дней до его начала я уехала из барелочи знала бы осталось а мы продолжаем знакомство с барелочи с этой жемчужиной ант на берегу высокогорного озера на уэль уапе туристический сезон в барелочи круглый год главная достопримечательность этого места это потрясающие по своей красоте пейзажи сейчас осень и это прекрасное время насладиться картинками осени когда листья становятся желтыми цветы еще продолжают радовать своим ярким цветением а на контрасте пики гор покрываются первым снегом который кстати и выпал в первую ночь моего пребывания в барелочи вот такое вот приветствие от природы чтобы увидеть полную картину красоты барелочи и национального парка на уэль уапе мы решили подняться по легендарной канатной дороге на вершину горы серро отто канатная дорога расположена всего в пяти километрах от города и для подъема используется 42 панорамные гондолы вместимостью по четыре человека от нижней станции до верхней расстояния два километра и вы поднимаетесь на высоту почти полторы тысячи метров над уровнем моря откуда открываются панорамные виды на 360 градусов кстати на канатной дороге я познакомилась с очень интересным человеком потомком белой эмиграции чей дедушка был личным телохранителем в царской семье эксклюзивное интервью с ним я уже записала и скоро будет на моем канале так что не пропустите подписывайтесь самое интересное еще впереди на вершине горы находится знаменитая вращающаяся кондитерская единственная в аргентине вы садитесь за столик пьете чашечку своего шоколада а строение вращается и вы можете насладиться панорамой на все 360 градусов присмотритесь видите картинка не стоит на месте вы находитесь в одной точке а вселенная вращается вокруг вас как и положено в любом уважающим себя туристическом месте указатели до какого города сколько расстояния до москвы четырнадцать тысяч семьсот семьдесят три километра это полмира вид с вершины горы сыра от а необыкновенный на севере как на ладони виден весь город барелочи и озеро науэль уапе на востоке видны холмы леонес и вильегас и часть патагонской степи а на юге озеро гутьеррес и другие близлежащие холмы на западе знаменитый хребет сиро-катедраль озеро морена и горные хребты ант настоящее произведение искусства природы для истинных гурманов путешествий я как человек всю жизнь прожившая в горах сначала на кавказе а потом в испании в перине изначально не понимала повального восторга городом барелочи дайванах я тоже уже бывала и на севере и венесуэле ну чем меня еще можно удивить думала я но когда я решила все это проверить опытным путем то поняла лучший гор могут быть только горы на которых еще не бывал только ради этих видов обязательно стоит посетить аргентину хотя я всегда говорю что и целой жизни не хватит чтобы увидеть потрясающие красоты этой невероятной страны ну а мы спускаемся вниз обратно к барелочи и кстати хочу отметить что канатная дорога в барелочи очень комфортная и безопасная и абсолютно не чувствуется перепадов на стыках на вот этих вот самых столбах которые можно почувствовать на других канатных дорогах на которых я бывала в испании и в других странах и это при том что было достаточно ветрено нашу гондолу очень хорошо так колыхало одно чувствуешь себя очень уверенно это современное инженерное сооружение построена в 1980 году и это полностью разработка аргентинских инженеров их технологии и были задействованы местные рабочие инвестиции в свое время составили полтора миллиона долларов в 2018 году канатная дорога прошла полный технический ремонт в течение семи месяцев и сегодня с нее снова можно безопасно наслаждаться потрясающими панорамными видами города барелочи и его вот наше путешествие продолжается александр нам сейчас расскажет мы поднимали сейчас на какую гору на канатной дороге где мы были да это самое то это гора маленькая что имеет 1120 метров там очень красиво место можно пить и покушать выпить чай шоколадный выпили я вот это это место кружится двигается внутри и можно видно очень интересная конструкция а теперь едем дальше подъезжаем больше внутренний национальный парк парк называется это на уэль вапе это первый национальный парк в аргентине и и дети в мире что сдался 1903 года начали делать этот парк едем там где-то знаменитый отель джау 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 там проедем где порта панира туда выезжают все корабли делать разные экскурсии на озеро и где наш лес наш лес без этих елок без ничего наш чистый лес по дороге по улице холодно видите у нас сзади сколько в запасе курток лежит на заднем сиденье да да ну солнце подогревает все равно нужно быть духом доволен и это будет уже теплее кстати мы едем сейчас с александром и уже разрабатываем для вас интересные туры по национальным паркам где александр знает каждую тропинку поскольку он там работал егерем в течение всей своей жизни так что готовьтесь будут скоро интересные предложения тогда мы увидимся приезжайте к нам здесь очень хорошо жить и очень красиво прогуляться красота необыкновенная мы кстати с александром говорили что некоторые это место сравнивают со швейцарией на что что говорит александр нет ни коем случае швейцарии похоже на нас немножко у потому что это намного красивее давайте посмотрим сейчас пока национальный парк ноуэль уапи особая гордость аргентины его основание восходит к 1903 году когда франциско паскасио морено тот самый в чью честь назван знаменитый ледник перри то морено пожертвовал эти земли республики аргентина на условиях что здесь будет создан национальный парк первый в латинской америки для франциско очень важно было сохранить неприкосновенной всю эту красоту природы ант для будущих поколений в этом месте александр мне показал небольшую православную церковь посвященную архангелу петру в которой собираются потомки первых волн русской эмиграции национальный парк занимает площадь 710 тысяч гектар на территории таких провинций как наукен и рио негро расположенных в северо-западной части патагонии но в южной части республика аргентина на территории этого национального парка можно остановиться в таких городах как барелочи вилла ланга стура динауапи обо всех из которых у меня будут видео на моем канале поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить все самое интересное а мы сейчас приближаемся к одному из самых лакшери отелей на территории барелочи который называется жао жао посмотрите в каком потрясающем месте расположен этот отель практически на острове со всех четырех сторон его окружает вода а дальше мы движемся в порт который называется puerto panuelos то есть порт платочков из этого порта отходит множество экскурсионных маршрутов на корабликах почему этот порт так интересно называется эту и множество других легенд этих мест мы расскажем вам с александром в наших авторских турах по патагонии так что спешите записаться чтобы увидеть и узнать все самое лучшее и интересное гулять с лесничим по лесу это особая привилегия особенно когда он разговаривает с тобой на одном языке и даже я несмотря на мое специализированное географическое образование открывала очень многие факты для себя здесь по-новому поскольку александр знает абсолютно все про каждое дерево и про каждый кустик это называется койвы но то фагус дом бежи это имя латинское это дерево наверно имеет 500 лет каждая травинка каждый куст лиана или огромное дерево имеет свою роль формирование цепочки экосистемы внося свои нюансы и специфику делая эту экосистему уникальной вот вы например знали что есть лианы которые цветут в патагонском лесу даже под снегом да да цветы под снегом нет но ведь в этом лесу обитают калибри и нектар для пропитания им нужен круглый год казалось бы мелочь но как совершенно по-другому вы начинаете смотреть на все детали в этом лесу когда гуляете по нему с настоящим лесничим я стою между двумя деревьями каждому из которых как минимум по 500 лет то есть двоим вместе тысячу лет ваша какая энергия гадят обнимать конечно они росли здесь уже колон только суду на уехать в америку такой глупый день у него было еще это разрушили потом сейчас будет за пойдем А это да, диаколирует такие клавиши, а вот очень красивый такой, ты посмотришь, ну это Таразян, Мирсухалеля Апикулята называется латинское имя, он семья Эукалипта, эти деревья, наверное, имеют 700 лет, минимум, это старинные, они очень понемножку растут, здесь наша рожайность называется, очень красивый дерево, я раньше только фотографии с этого леса видела, а теперь я их вижу вживую. Кстати, этот лес находится в очень влажной зоне и здесь может выпадать до 6000 миллиметров осадков в год, потому что Араянес в других условиях не растут, и именно по инициативе Александра здесь для туристов были сделаны вот эти вот удобные деревянные дорожки, по которым комфортно ходить, чтобы насладиться всей красотой этих невероятных деревьев. Птичка вводит, что кушать. 1, 2 и 3. Национальный парк на Уолю-Уапе Это возможность всего в нескольких километрах от большого города Да и в самом большом городе, я имею ввиду Барелочи Познакомиться с большим разнообразием флоры и фауны Патагонии и Ант Местные леса, степи, кристально чистые воды озер населены Часто тихо и незаметно для нас, местным животным миром Нужно просто иногда остановиться, прислушаться и лес откроет вам свои секреты Александр меня часто тормозил и учил ходить медленно, прислушиваться, присматриваться И природа это чувствует и показывает вам то, что скрыто от посторонних глаз В этой поездке я увидела такое разнообразие животного мира, о чем даже никогда и мечтать не могла Вот что значит оказаться с правильным человеком в правильном месте А главное набраться терпения На территории национального парка на Уэль-Уапе обитает около 200 видов позвоночных Из них это 120 видов птиц, 42 вида млекопитающих, 13 видов амфибий, 12 рептилий и 11 видов рыб Некоторые из этих видов являются эксклюзивными для анско-патагонских лесов И к сожалению есть виды на грани исчезновения И прежде всего здесь хочется сказать об южно-анском олене Кто там живет на вершине этой горы? Там на вершине есть самая большая птица в Латин-Америке Это кондор, бультур глифус Она имеет 3 метра от конца крылья, от другого крылья, это 3 метра с половиной Это одно место, что обычно вечером их видят Потом на эти камни видишь, смотри, эти камни связаны И там круглые они там, потому что там проходили льды Так, погнали тогда дальше Помимо местных животных, здесь также обитают и завезенные человеком в эти места Иногда случайно, а иногда и преднамеренно Всего таких видов 16, включая форель, кабанов, европейского зайца и других Но самым любопытным является случай, когда в данной местности появилась американская норка Дело в том, что в конце прошлого века местные предприниматели решили разводить норок на меха И построили огромное количество ферм, где их и разводили Но из-за модных зеленых течений бизнес по производству шуб из натурального меха накрылся медным тазом Прожорливых зверьков выпустили на свободу И в местной экосистеме появился новый хищный грызун Который питается более мелкими животными и птичьими яйцами Кстати, шиповник это тоже завезенное из Европы растение Субтитры подогнал «Симон» А вот и еще одна интересная встреча Рыжая патагонская лиса Которая вышла из леса для того, чтобы попрошайничать немножко у людей Но, как видим, она испуганная очень Поэтому мы старались тихонечко-тихонечко от нее удалиться Субтитры подогнал «Симон» Сколько бы дней я не путешествовала по Патагонии, я всегда знала, что абсолютно за каждым поворотом меня ждет что-то новое, интересное и не похожее на другое Это мы подъехали в одно местечко, где расположен ресторан с потрясающей панорамной террасой на озеро Но, к нашему сожалению, мы приехали слишком поздно Кухня была закрыта Но зато какие потрясающие здесь виды Продолжение следует... 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 Продолжение следует...